Очереди как часть истории. К такому итогу призвано внедрение цифровых технологий в самые разные сферы жизни. Иногда сами жители региона выбирают наиболее трудный путь. Например, вместо того, чтобы получить государственные услуги онлайн, идут в МФЦ или Пенсионный фонд и другие ведомства. Хотя регистрация на портале Госуслуг открывает такие же возможности, как и личное посещение структурных подразделений. Кроме того, имея подтвержденные логины и пароль на портале, можно заходить на сайт Пенсионного фонда и пользоваться всеми услугами личного кабинета. Получать дистанционно услуги, заказывать документы, посылать свои заявления. Если человек заходит на официальный сайт ПФР без авторизации, то через тот же личный кабинет он может в безопасном режиме заранее записываться на прием к специалистам Пенсионного фонда Российской Федерации, что также исключает его участие в процессе формирования живой очереди. Он может ознакомиться с графиком работы, он может заказать отдельные справки и документы, он может посмотреть последние новости и в онлайн режиме обратиться за консультацией к специалистам ПФР. В выходящем 2018 году 84% заявлений на получение пенсии были поданы через электронные сервисы. Кроме того, дистанционно можно получить все услуги, которые оказывает Пенсионный фонд. В том числе выяснить все вопросы, связанные с получением материнского капитала. Вот такие информационные терминалы работают в каждом отделении, что также облегчает жизнь жителей региона. Позволяет получить оперативную информацию справочную, либо опять же в справочниках можем получить информацию от наших пенсионных услуг, которые мы оказываем, предоставленных Пенсионным фондом Российской Федерации. Либо позволяет, что на наш взгляд самое интересное – это выйти в сеть интернет на страницу Пенсионного фонда. Такая же информация находится на сайте Пенсионного фонда и других ведомств. Если вдруг волнующий вопрос не нашел здесь отражение, то работает телефон горячей линии. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».